МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа КРИК. Криминал-комментарий в студии Иван Беречевский. Здравствуйте. Сегодня в программе. Факир был пьян, и фокус не удался. Нетрезвый водитель пытался притвориться пассажирам и обмануть автоинспекторов. Как запись в виде регистратора вывела его на чистую воду? Заступился и сел. Не разбираясь в голословном обвинении, отправил на тот свет собутыльника. Сожалеет ли о необдуманном поступке? На страже стариков. Мошенники продолжают обманывать пенсионеров, а сотрудники банков их спасать. Нашла ли награда героя? Машина подвела. В Удорском районе инспекторы в очередной раз задержали нетрезвого водителя. Несправный автомобиль, нарушитель-рецидивист буксировал к месту стоянки. Вот только не удосужился убрать снег с боковых окон, ограничивающий ему видимость, чем и привлек внимание полицейских. Парни уже лишали прав заезду в охмелевшем виде, однако это не помешало ему сесть вновь за руль. Репортаж Ольги Коняевой. Запорошенный снегом седан, который буксирует Лада, сразу привлекает к себе внимание стражей порядка. Чутье полицейских не подводит. За рулем неисправной машины нетрезвый молодой человек. Нарушителя приглашают в патрульный автомобиль, где он выдвигает свою версию событий. Я на пашистском был, я лишённик. Я на вышли за руля. Нет. Да, и она что-то пишет. У нас её звук фиксации идёт, понимаете, да? Яичка вы не имеете. Лишён. Лишён. Запуск алкоголя заходит. Ну потому что я на пашистском был, я не отрицаю то, что я пил. Пили, да? Я на пашистском десятке был. На пашистском десятке. Оно почему-то вышли из-за руля. Значит, Лада 21-15, да? Потом направились уже только к пассажирской двери. Нет. Да. Водителя проверяют по базам данных МВД. Оказывается, 22-летний молодой человек хорошо знаком местным полицейским. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 25 раз. В том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В феврале 22-го года гражданин был осуждён за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда суд на два года запретил парню садиться за руль, а также назначил ему 240 часов обязательных работ. Перспектива нового уголовного разбирательства молодого человека не радует. Он упорно стоит на своём и в какой-то момент даже пытается свалить вину на своего нетрезвого приятеля. Свидетельствуем о состоянии алкогольного опьянения на месте. Будет вам предложено. Если вы отказываетесь, значит, пройдем в больницу. Если вы спешите вместе, то проходим на месте. Как если я не был за рулём? Мы прекрасно видели, что вы были за рулём. Если я не был за рулём? Ну, это ваша точка зрения. Так если я не был за рулём, то смысл у меня свезли свой? Я пьяный, не сажусь за руль уже два года. Да, кто там за рулём сидел? Паша. Паша почему-то вышел как раз из пассажирской задницы. Нет. В патрульном автомобиле водитель всё же проходит тест на алкоголь, который констатирует факт опьянения. Идёт анализ. Много пили? Да, я полтора раз. Пиво. Значит, результат у нас целых 974 миллиграмм на вид. Удыхаемого воздуха. Опьянение у нас в алкогольном объединении установлено. С рецидентом согласны? Нет. Не согласны? Нет. Едем в больницу. Так я не был за рулём. Нет смысла вот этого. С вами бессмысленно что-то здесь решать, что-то доказывать. Согласен? Пусть будет согласен. За управление автомобилем без прав парня по решению суда поместили на 7 дней в спецприёмник. После отбытия ареста любителю погонять в нетрезвом состоянии придётся вновь предстать перед Фемидой по уголовной статье. В этот раз приговор должен быть намного жёстче. За повторное управление авто под шофе непонятливого автолюбителя могут лишить свободы на двухлетний срок. В Сыктывкаре грубое нарушение правил участниками ДТП чуть не привело к новой аварии. Видеорегистратор случайного очевидца зафиксировал дорожный инцидент на Октябрьском проспекте. В микрорайоне «Орбита» столкнулись два легковых автомобиля. Убирать машины с проезжей части водители не стали. Однако и знаки аварийной остановки выставить почему-то не удосужились, что в итоге чуть не привело к трагедии. Заметив на пути преграду, шофёр Паза резко вывернул руль влево и ушёл от удара с другой маршруткой. Реакции водителя встречного автомобиля можно только позавидовать. Владелец «Белой Тойоты», видимо, предвидел экстренный манёвр автобуса и предусмотрительно сместился к обочине. Сейчас по факту дорожного инцидента проводится проверка. Вступился за честь женщины-инвалида, но не рассчитал своих буйных сил. Прилузский суд вынес приговор жителю посёлка Вухтум Сергею Дерешу. Ранее неоднократно судимого 47-летнего сельчанина арестовали в октябре прошлого года, после убийства хозяина дома, в отношении которого он устроил самосуд, за преступление которого не было. Репортаж Анны Зубревой. Днём 12 октября прошлого года Сергей Дереш по приглашению знакомой заглянул в квартиру, где она распевала спиртное в компании. Женщины танцевали, пьяный хозяин отдыхал на диване. На кровати лежала прикованная к постели его падчерица женщина-инвалид, у которой 10 лет назад отказали ноги. Она пожаловалась гостям на своего отчима. Дескать, он её домогается, и поэтому она не хочет с ним жить под одной крышей. Это обвинение возмутило мужчину. Девушка, являясь инвалидом, пожаловала своему собутыльнику о противоправных действиях сексуального характера со стороны отчима. Пришедший в гости лицо являлась ранее судимым, и его затронула данная жалоба, после чего возникла словесная ссора. Данное лицо разбираться ни в чём не стал, поверил гражданке на слово и в процессе ярости нанёс несколько ударов, используя табурет в область головы отчима, от которой впоследствии он скончался. После совершённого деяния данное лицо предприняло меры скрыться с места происшествия. Только через сутки было задержано на территории сельского поселения Обьячева. Впоследствии дало признательные показания. Я сказал, что якобы пассажир, потерпевший, домогается. Она вылезла из-под одеяла, как бы я там её увидел. Я её поинтересовался, как бы, ну, как бы действительно, что он там домогается. Она заплакала, сказала, да. Ну и всё. Подтвердила, да? Подтвердила, да. И что-то я тут меня, это, по макене, я просто ему вот так вот с ноги просто, и говорит, не чё творишь, как бы. По словам мужчины, он пнул хозяина, а затем ударил его табуретом по голове. Очевидцы утверждали, что ударов было несколько, в том числе кулаками в лицо. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи. По факту убийства возбудили уголовное дело. Следствие выясняло, было ли сексуальное насилие со стороны отчима. Его супруга в отношении дочери этого не заметила. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Однако, данные сведения подтверждались показаниями самой дочери, самой пачерицы, а также рядом свидетелей. Однако, данные действия, они не могли быть квалифицированы по статьям уголовного кодекса. Он действительно проявлял знаки внимания, побуждал ее вступить с ним в половую связь. Однако, дочь отказывала, и после этого он какие-либо противоправные действия прекращал. Соответственно, самого состава преступления, какого-либо сексуального характера, не образовывалось. Сергей Зереш уже 13 раз привлекался к уголовной ответственности. Причем первый срок за кражу получил в 15 лет в далеком 1990 году. В этот раз за причинение смерти человеку Прилузский суд приговорил его к 8 годам колонии. Адвокат осужденного обжаловал это решение в апелляционном порядке. Сдай ствол, получи деньги и спи спокойно. Сотрудники Росгвардии предлагают жителям региона добровольно разоружиться. С начала года в подразделения лицензионной разрешительной работы сдали уже более 30 стволов. В ведомстве напомнили, россиянам запрещено хранить и использовать найденное или переданное огнестрельное оружие без специального разрешения. Стволы и боеприпасы необходимо немедленно сдать. Лица, которые сделали это самостоятельно, полностью освобождаются от уголовной и административной ответственности. С января 2023 года изменились суммы выплат за добровольно сданное огнестрельное оружие и боеприпасов к ним. Так, за одну единицу огнестрельного оружия с нареза стволом гражданин получит денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей. За добровольно сданное огнестрельное и гладкоствольное оружие гражданин получит денежное вознаграждение в сумме 8 тысяч рублей. За добровольно сданное оружие самобороны, газовое оружие или огнестрельное оружие граничного поражения гражданин получит денежное вознаграждение в сумме 6 тысяч рублей. За незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия законом предусмотрено уголовное преследование. Санкция данной статьи весьма сурова. 5 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей. Более 150 миллионов рублей с начала года похитили мошенники с банковских карт и счетов жителей республики. В основном в этой сфере орудуют телефоны и интернет-аферисты. Их жертвами чаще всего становятся пожилые и социально незащищенные люди. Так, столичная пенсионерка, пытаясь сохранить свои сбережения, чуть не загнала себя в долговую кабалу. К счастью, на помощь пожилой женщине пришла бдительная работник банка, которая остановила доверчивую сытовкарку от необдуманного поступка. Репортаж Антона Булаева. На вас было форме потребителей кредит под залог имущества. В начале марта на мобильный телефон пожилой женщине позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей банка. Она уведомила, что якобы от пенсионерки поступила заявка на смену основного номера в личном кабинете и срочно требуется ее подтверждение. Сытовкарка возмутилась, ведь никакого заявления она не писала и свои данные никому не предоставляла. На ваше имя оформлен кредит, но заемщик-получатель средств будет другое лицо физическое в пользу вот этого Ерохина какого-то. Тут еще сработала реакция, что я после ночной смены просто. Иначе я бы бросила трубку, говорит, давайте попробуем перебить заявкой, новой заявкой тот кредит, который оформлен на Ерохина. Они высылают мне документ, что там бланок, на котором написан заемщик, куда деньги должны уйти. Типа сотрудники банка, мошенники, они хотят за счет вас получить кредит. Злоумышленники предложили женщине единственный вариант, как можно сохранить свои сбережения от якобы нечистых на руку работников банка. В панике потерпевшая, как по указке, выполнила все требования мошенников. Пришла в одно из отделений кредитного учреждения и приняла спешно оформлять заем на 500 тысяч рублей, чтобы опередить аферистов. Поведение клиента вызвало у оператора нехорошие подозрения. Заподозрив неладное, она тут же обратилась в полицию. Благодаря неравнодушной девушке хитроумная схема в этот раз дала сбой. Злоумышленники, которые им звонят на телефон, они представляют такую картину о том, что вы можете лишиться денежных средств, в отношении вас совершаются какие-либо преступления путем взятия кредитов на ваше имя. Гражданин должен понимать, в первую очередь, что сотрудники банков и правоохранительных органов не работают дистанционно, и мы не можем советовать или говорить, брать кредит, переводить денежные средства. Для этого вы можете прийти и получить все консультации подробно, либо в правоохранительных органах, либо в любой банковской структуре. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы работник банка не остановила пожилую женщину. По факту покушения на мошенничество возбудили уголовное дело. Впрочем, эта история с хорошим концом, к сожалению, одна из немногих. С начала года жители региона более 500 раз переводили на счета аферистов внушительные суммы, причем нередко гоняя с себя кредитные долги. Программа «Крик. Криминал комментарий» подошла к концу. С вами был Иван Беречевский. Наша программа не только на страничке ВКонтакте, на сайте орган.рф. Теперь нас можно найти и в прямом эфире в видеохостинге «Рутуб». До встречи в эфире.